В день аварии я работал одним из операторов второго облочного счета управления на Чернобыльской АЭС и отключал его после взрыва четвертого реактора. Я проснулся аж в девять, потому что накануне вернулся после вечерней смены, поэтому сразу уснул и ночного взрыва не слышал. Утром жена пришла с базара и сказала, что на станции авария, был взрыв, погибли люди и на рынке запретили продавать зелень и капусту. Я сказал, что такого не может быть. Посмотрел на улицу, там поливочные машины мыли асфальт пеной. Когда-то на ЧАЭС уже была небольшая авария, тогда тоже мыли улицы, поэтому я и в этот раз не подумал, что это масштабная катастрофа. Я взял нашу двухлетнюю дочь и пошел гулять. Я до сих пор считаю, что это было моей самой большой ошибкой. На улицах уже были БТР с дозиметрами, но офицеры закрывали приборы, чтобы не было видно показателей. Паники не было, город жил обычной жизнью. Люди загорали на пляже. Я дошел до окраины города. Оттуда была видна ЧАЭС, руина четвертого реактора. И вот тогда я понял, что произошло что-то страшное. Я схватил ребенка и побежал домой. Дома я сказал на улицу не выходить, закрыть окна, мыть все раствором марганцовки. Вечером я должен был заступить на смену. Я не сомневался, что должен это сделать. А кто бы тогда локализовывал аварию? Я не смог бы потом жить с этим. Когда мы ехали мимо разрушенного реактора, я увидел его фактически в разрезе. Было понятно, что он дышит в атмосферу, выбрасывая огромную массу радиации. Я ужаснулся с детей, за семью. На въезде на станцию стояли поддоны с марганцовкой, мыть обувь, чтобы не заносить радиацию снаружи. То есть на улице было хуже, чем внутри. Видеть кровавые следы от марганцовки было тяжело, ведь уже было известно, что погибли люди. Дозиметры у нас забрали. Переступать через груды одежды пожарных на полу было трудно, потому что словно через людей переступаешь. Я вошел в машинный зал, посмотрел на крышу четвертого блока. Большинство кнопок на щите управления уже не действовали, поэтому мы отключили второй блок, нарушая инструкции. Но если бы мы этого не сделали, то он сам бы отключился, с еще более тяжелыми последствиями. Я уверен, что большинство приказов правительственной комиссии были ошибочными и приводили лишь к увеличению масштабов катастрофы и к бессмысленному избыточному облучению людей. Кому это было нужно? Во всей этой истории очень редко использовались высокие технологии. Но ведь это был 20 век, и методы ликвидации должны быть передовыми. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok